ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, добро пожаловать в Дурное влияние. На этой неделе мы рассматриваем некоторые консоли Dream, такие как NeoGeo. Наш главный обзор на этой неделе – Супер Марио Олл Старс на SNES. Теперь Биби Пойнтонят лучшие компании по спецэффектам в мире. Театры – это те ребята. Среди всех писем моих поклонников на этой неделе я обнаружил стихотворение Т. Сандерсон из Глазго. Жил-был парень по имени Нам, который немного увлекался спамом. Он никогда не знал об этом, пока не вырос, что сделало его еще большим спамом. Какое чудесное стихотворение. Вдохновленный таким образом, я решил сделать сегодняшний первый чит полностью в стихах. Первый чит, который я собираюсь сделать, предназначен для игры Amiga Street Fighter 2. Наведите курсор на бланку, затем введите терпение в качестве шутки. Затем выберите своего любимого бойца и играйте в игру до тех пор, пока у вас не иссякнет энергии. Чтобы пополнить щит, просто нажмите F10. Вы никогда не проиграете даже против Кена. Вот и он мой первый чит на ритмы. Я думаю, вы согласитесь, что я никогда не пропускал ни одного удара. Продолжайте смотреть, потому что я вернусь с более захватывающими чит-кодами из моей хижины. Нам рот какой чувак. Вы видели фильм, вы носили книгу, вы надевали футболку в рубчик и вы съели игру. И если вас еще не тошнит от парка юрского периода и динозавров, то это случится к концу программы. Это компакт-диск с динозаврами, который работает на ПК. Он основан на нескольких книгах, но помимо слов и картинок вы получаете звуки и анимацию. Вы можете начать с самого начала, как в книге, или окунуться туда, куда вам нравится. И это то, что я сделала. Я перешла к основам. Что такое динозавр? Давайте выясним. Динозавры были удивительными существами, которые жили во времена. Хорошо, здесь это написано поверх книги, поэтому я не могу произнести это слово. Поэтому я могу щелкнуть по нему, чтобы получить больше информации об этом странном слове. Здесь вы узнаете, что это такое, но лучше всего оно также подскажет вам, как его произносить. Мезозойская эра. Мезозойская эра. И теперь я не буду позориться перед экспертами по динозаврам. Это голосовое устройство используется еще и потому, что вы можете ходить на экскурсии с гидом. Есть из чего выбирать, но мы едем на Олимпийские игры динозавров. В баскетболе, когда команда мечты Дина выходит на корт, у Майкла Джордана нет ни единого шанса. И я выбрала этот вариант, потому что надеюсь, что Манчестер позже выиграет Олимпийские игры. Держите пальцы скрещенными за это. Помимо этого, вы можете посмотреть шесть разных фильмов. Это позволяет звукам и анимациям говорить сами за себя. Я выбрала охоту, потому что она самая кровожадная, но она не для слабонервных. Я хочу знать, как они могут отбирать звуки у животных, умерших 65 миллионов лет назад. Приготовить чипсы — это здорово, не так ли? Super Mario All Stars — это комбинация из четырех классических игр Mario, которые впервые появились на NES, а затем были немного доработаны и отполированы, чтобы довести их до 16-битного стандарта и включить потерянные уровни Super Mario Bros. Вот Алекс находит свой путь. Если вы фанат Марио, то эта игра действительно для вас. Что они сделали, так это переработали графику и звук? Теперь я не думаю, что в этом используются все возможности с NES, но это не должно волновать, весь игровой процесс остался на месте. Это Super Mario Bros. 1. Она была впервые выпущена в 1987 году, и это установило стандарт для всех остальных игр на платформе. То, что я здесь делаю, я маленький Марио, бегущий вперед, должен делать все то же самое, прыгать на черепах, сбивать их в коричнево-ходячие грибы. И если я оглянусь вокруг, то смогу найти грибы, они превращают меня в большого Марио. Что вы можете сделать, так это запрыгнуть на них всех, если я смогу найти звезду, я буду непобедим до конца уровня. Это означает, что вы можете просто пробежать, вы можете делать большие прыжки, вы можете просто пройти игру. Это потерянные уровни Super Mario Bros. Вы не видели их, если живете за пределами Японии, потому что, когда они были выпущены впервые, они считались слишком сложными для европейского рынка. А это требует некоторой точности прыжков. Позвольте мне сказать вам, что это намного сложнее, чем кажется. Вы должны перепрыгивать через эти зеленые штуки, но они всегда достают вас. О, они достали меня. Учитывая эти четыре отдельные игры, я думаю, это придает им большую ценность. Даже если у вас уже есть Super Mario World, я думаю, это прекрасно дополняет его. Я подумаю о его покупке, но только потому, что в нем четыре игры в одной. Когда они были впервые выпущены, игры Марио были хороши, но они забивают их до смерти, переиздавая устаревшие игры. Итак, итоговые баллы для Super Mario All Stars. Девочки поставили ему в среднем три балла из пяти, но мальчики поставили ему отличные четыре балла из пяти. Верно, Скотти Фертнерс, в каком знаменитом фильме это олицетворение? Мне действительно надоело эта планета. Вы избранный ли? Да, прибудет с вами сила. Ешьте, ешьте. Космический корабль захвачен имперскими штурмовиками. Используйте силовую петлю. Конечно же, это были рейдеры потерянного ковчега. А вот чип для Super Riders of the Lost Ark Nas Ness. Когда вы доберетесь до уровня песочного человека после второго набора пещер, вы попадете на прямой участок земли вот так. Все, что вам нужно сделать, это упасть со скалы и нажать налево, и вы найдете дополнительный набор из девяти жизней. И вы можете возвращаться на это место столько раз, сколько захотите. Хорошо, время для моего следующего впечатления от фильма. Ика, ика. Все динозавры сбежали. Окей, новый Хаггис. Мне действительно жаль, что я построил этот остров и изобрел всех этих динозавров. Новых. Раньше говорили, что фотоаппарат никогда не лжет. Сегодня, особенно в кино, все время лжет. И лучшие люди в мире, которые заставляют его лгать, находятся не в Голливуде. Они базируются здесь, к северу от Сан-Франциско, в компании по производству спецэффектов под названием Industrial Light & Magic. Последний блокбастер, в котором показана работа их рук, — парк юрского периода. Сидите абсолютно неподвижно. Работа мастеров спецэффектов состоит в том, чтобы создавать сцены и персонажи, которые не могут существовать в реальной жизни. И давайте посмотрим правде в глазах, в наши дни вокруг не так уж много репсов-тиринозавров, даже в Калифорнии. Выключите свет. Выключите свет. И вот тут и начинается волшебство в художественном отделе. Именно здесь грубые идеи режиссера превращаются в так называемые концептуальные чертежи. Художники Илм работали над всеми самыми успешными фильмами за последние несколько лет, и они сохранили все. Это книга Титу, и это всего лишь несколько реальных грубых иллюстраций, которые режиссер Джим Кэмерон прислал нам. Вы вроде как можете сказать, что это такое, но едва ли. А затем наш арт-директор начинает рисовать, основываясь на этом. Вот одна из его работ. Но вы можете видеть, что это все равно рисунок настроения. Это все еще нечто такое, что просто пытается определить цвета и чувства. 2000 выглядел не так на картинке. Это все еще те двое. Вот это. Точно. А затем мы переходим к чему-то более законченному. Это все еще произведение искусства, но это своего рода окончательный концептуальный рисунок. Художники также создают концептуальные рисунки для оборудования. Узнаете это? Это ранее версия «Звезды смерти» из «Звездных войн». И как только концепция будет согласована режиссером, модельный цех приступит к работе. И девиз должен быть выполнен с невероятной детализацией, чтобы при проецировании на гигантский киноэкран они выглядели реальными. Создатели моделей здесь, в Industrial Light & Magic, могут создавать все, что угодно, от драконов до динозавров, от космических кораблей до снимков, от зданий до братьев. Все спецэффекты предполагают объединение двух или более изображений. Эти сцены были сняты почти 90 лет назад французским режиссером Жоржем Мелье. Сейчас это выглядит грубо, но тогда зрители совершенно не представляли, как это можно сделать, и техника спецэффектов оставалась практически неизменной до тех пор, пока почти 20 лет назад не был создан Industrial Light & Magic. Сейчас 1975 год. Продюсер Джордж Лукас собирается приступить к проекту под названием «Звездные войны», и ему нужно снять несколько очень интересных спецэффектов. Он собирает команду создателей моделей, операторов и необычных компьютерных экспертов, которые вместе изобретают совершенно новый способ съемки спецэффектов. В первый раз они используют компьютеры для управления движениями камеры. Это то, что называется камерой управления движением. Она моторизована и может двигаться очень точно под управлением компьютера. Это означает, что движение камеры можно повторять раз за разом, так что все космические корабли, которые вам нужны для вашей битвы, можно снимать по отдельности и позже комбинировать. Сегодня управление движением используется в каждом другом фильме, но здесь Вилма не на шаг впереди. Они используют компьютеры совершенно по-другому для создания киноизображений. Это действительно вышло на первый план в «Терминаторе 2», где у нас была полностью синтетическая модель Роберта Патрика, созданная для его роли робота Т-1000. Чтобы создать идеальную двойку в компьютере, программе необходим ориентир из реальной жизни. Поэтому они нащупали тело актера Роберта Патрика черной сеткой и сняли его идущим, бегущим и стоящим. Затем они создали каркасную модель внутри компьютера, которую они могли анимировать, чтобы идеально воспроизвести движение его тела. Одна из проблем с этой новой техникой заключалась в том, что эксперты по моделям Вилма, которые знают, как заставить динозавра убедительно двигаться, не были компьютерными экспертами. Они привыкли к практической работе. И вот тут-то и пригодилась помощь. Это ДИД, или устройство ввода динозавров, которое мы используем для создания некоторых сцен в парке юрского периода, некоторых анимаций. А что это такое? Так это обычная анимационная арматура с остановкой движения, которая шарнирно соединена с помощью этих шарнирных соединений. И к каждому суставу подключен оптический кодировщик, который позволит передавать каждое движение шарнирного каркаса по этим проводам в компьютер и запоминать. Таким образом, она состоит из сотен, сотен и сотен маленьких, крошенных, бесконечно малых движений. А затем мы будем использовать компьютер, чтобы отредактировать все движения, сгладить их и улучшить игру персонажа. Одно можно сказать точно, по крайней мере в кино. Вы просто не можете поверить своим глазам. О, и еще нужно закончить соревнования. Из какого фильма это последняя сцена? Потрясающая штука. В фильме мастера спецэффектов заполнили пустые места реальными актерами и транспортными средствами. Так что в фильме они были реальными, но это было не так. Но что это был за фильм? Вот еще одна подсказка. Это показывали по телевизору на прошлой неделе. О, в нем снялся Брюс Уиллис. Подробности о призе в конце программы, но сейчас пришло время для новостей и анонсов на этой неделе. Вот новая раскаленная игра для Амиго и ПК Инферно. Вы можете посетить семь планет и три Луны, рассматривая их из глубокого космоса или взаимодействуя крупным планом в мельчайших деталях. Обратите внимание на это в начале 94-го. Есть два новых стильных джойстика для Мега Драйв и СНЕС. Оба джойстика Мегамастера оснащены аркадными кнопками и регулятором замедленного движения, автоматического срабатывания, турбоскорости и громкости. Самая долгожданная игра для жаждущих программного обеспечения фанатов Мега Сиди — это Силфит. В игре представлены массивные фоновые спрайты на основе полигонов, подобные тем, что можно увидеть в Таррент. Они вращаются и меняют размер, когда стреляют в вас. Форм для продажи поступят в магазины в ноябре. А теперь еще несколько обзоров игр. У Доктора Фрэнка было две игры на игровом поле, четыре. У Старого Фрэнки возникли небольшие проблемы с электрической доской. У него огромный счет, и он не может его оплатить, так что поиск продолжается, чтобы найти лоли Доктора Франкенбоуна. Вот Аманда. Это очень большая игра в лабиринт, но это еще и перестрелка. Здесь вы можете увидеть Бейлиф. Он отчаянно стучит в дверь, но не может дозвониться до меня. Поэтому мне нужно найти ключ, чтобы я могла выскочить через заднюю дверь. Эта игра немного отличается от первой игры, так как в ней несколько разных миров. Вот я и в лесу. Каждый раз, когда вы возвращаетесь в лес, он может немного отличаться. Например, на деревьях могут быть монеты, или внизу могут быть люди. Вот Старик. Он ничего не делает, так что вы просто проходите мимо него. Это действительно хорошая игра, если вы любите головоломки. И я думаю, она заинтересует вас еще довольно долго. Это большое улучшение по сравнению с первым вариантом. У него более быстрая и гладкая графика. Я думаю, что это отличная игра для Геймбой. Сначала я нашла эту игру довольно интересной. Но я не была уверена, куда иду. Я посмотрела демонстрацию, и это помогло мне понять, куда я должна была идти. А оценки за доктора Франкина второго девочкам понравились. И они поставили ему 4 балла из 5, но мальчики не согласились. Они дали ему только средний балл, 3 из 5. Призраки на Мега Драйв. Это жуткая возня, где Полтергай, который, к сожалению, был убит семьей Сардин, отыгрывается, напугав их до полусмерти и их дом. Пол взял на себя эту призрачную задачу. Призраки – это новый вид игры. В большинстве игр вы человек, пытающийся избавиться от призрака, но в этой игре вы призрак, пытающийся избавиться от человека. Вы начинаете игру в подвале дома, чтобы собрать зеленый экто-ганш, который поможет вам перейти к следующей части уровня. Там есть красное заклинание. Я могу использовать его позже в игре. Эта карта, она показывает мне, где находятся люди и в каких комнатах они находятся. Вот маленький мальчик. Я могу сделать с ним одну из двух вещей. Я могу либо произнести заклинание, либо прыгнуть во что-нибудь. О, я собираюсь прыгнуть в этот шкаф. Я вышел как призрак. Разные предметы делают разные вещи, и это очень хорошо, потому что мальчик очень напуган. В правом нижнем углу появится его лицо, и чем больше он будет напуган, тем больше пистолетов вы мне дадите, когда он выбежет из комнаты. Это отличная игра, но вам придется подождать некоторое время, чтобы в нее вникнуть. Единственная проблема в том, что она слишком простая. Это хорошая идея, и экран трехмерный, но все остальное в игре очень простое. Это довольно хорошая сюжетная линия, но, к сожалению, это всего лишь среднестатистическая игра с отрывистой графикой. А что касается оценок за преследование, то девочки поставили ему невзрачную тройку из пяти, а мальчики подумали, что это средняя двойка. У них три балла из пяти. А теперь Бэт Инфлон с гордостью представляет руководство очень богатого человека по роскошным игровым консолям. Мы собрали здесь в студии то, что вы могли бы назвать роллс-ройсами мира игровых консолей. Интересно, однако, что не все они очень новые. На самом деле этому набору из Японии больше трех лет. Он называется FM Towns и никогда не выпускался в этой стране. Однако британские производители программного обеспечения делают для него игры. Он работает на обычном компьютерном программном обеспечении, но лучшие игры поставляются на компакт-дисках. И то, что вы сейчас видите. Это предварительный просмотр по всему миру для нас здесь, на Бэт Инфлонс, первый взгляд на Скэван Джеффор. Это консольная версия FM-радио на компакт-диске. Они убрали клавиатуру, ориентированную на более молодых игроков, и назвали ее The Marty. В этой игре микрокосм вы управляете крошечным кораблем через человеческое тело. Одна из консолей, которую вы можете приобрести в этой стране, это эта PC Engine. В Японии она более популярна, чем Mega Drive, хотя это всего лишь 8-битная машина. В нем есть шестиканальный стереозвук, отличная графика. И когда он был запущен в 1988 году, он действительно взлетел. В первую очередь потому, что программное обеспечение, которое поставляется на таких маленьких картах, как это, включая безупречные копии некоторых любимых аркадных игр, таких как R-Type или это Magical Chase. В Японии существовало не менее 8 различных версий движка ПК различных форм и размеров. Это топовая модель линейки PC Engine Turbo Duo. Программное обеспечение поставляется на CD-ROM так же, как и обычные карты. Позвольте мне просто это вытащить. Я покажу вам кое-что еще, потому что это PC Engine GT. Это цветная портативная версия. У него много тех же функций, что и у его старшего брата, в том числе использование тех же карт, что делает его единственным портативным устройством в мире, на котором вы можете играть в Street Fighter 2. И верхняя точка шкалы — это Neo Geo, самая мощная игровая консоль во Вселенной. Это буквально аркадный автомат для вашей спальни. Программное обеспечение включает в себя все любимые аркадные игры. Она только что вышла, и я играю в нее весь день. Она называется Viewpoint. К сожалению, Neo Geo доступен только при импорте, но магазины электротехники и компании по почтовым заказам могут взять ее на прокат для вас. А когда вам наскучит ваша спальня, вы можете сохранить свою игру на карту памяти, вынуть карту памяти, спуститься в местную аркаду, ставить ее в монетоприемник и продолжить игру с того места, где вы остановились. У вас есть 50 пенсов, Энди. Нет, не в данную минуту. И, наконец, это первая работающая машина 3D в Великобритании. 3D — это одна из игровых машин нового поколения. Эта игра называется Motor Madness, и система будет выпущена в этой стране в апреле следующего года. Ха-ха, вот три веселых розыгрыша, которые вы можете разыграть над своими друзьями. Или, в моем случае, сэр, Энди и Вайлетт. Во-первых, скажите Энди Крейгу, что вам очень-очень хотелось бы получить его фотографию с автографом. Во-вторых, скажите Вайлетт Берлин, что у нее забавный цвет волос. В-третьих, подождите, пока они сыграют в Dragon's Fury на Mega Drive. Затем быстро отвлеките их, введите L-I-D-Y F-W-J-I-D-3. Тогда, как только они начнут игру, они получат счет, ну, много девяток и два балла. Но самое лучшее это то, что когда они возвращают мяч в игру, они сразу переходят к финальной стадии, что делает игру совершенно бесполезной и пустой тратой времени. Или, конечно, в качестве альтернативы вы могли бы перемонтировать их мега-диск так, чтобы когда они нажимали кнопку Z, он взрывался. Ой. Потому что это была бы хорошая идея. Нет. Взрывчатое вещество нам рудит им. Если вы хотите вспомнить взрыв данных на ваших видеомагнитофонах прямо сейчас. Призом конкурса на прошлой неделе стала модель Мига стоимостью 1200 долларов с модемом, игрой Air Warrior и модным аксессуаром 90-х годов, футболкой Beta Influence. Вопрос конкурса состоял в том, кто сыграл пилота Аса в фильме «Топ Ганн». Ответ — Том Круз, победитель. Поздравляю на Зира Шираза из Кардифа. Приз конкурса на этой неделе — выиграть на Геоигры. И вопрос тот же, что был задан ранее Зиретом. Из какого фильма это последняя сцена? Звоните в своих ответах по номеру 891-17-100-100. Звонки будут стоить не более 25 пенсов, но убедитесь, что вы получили разрешение первого от того, кто оплачивает телефонный счет. Линии закрываются в полночь в понедельник. И это, к сожалению, все, на что у нас сегодня есть время, так что увидимся на следующей неделе. До свидания. Деньги уходят прямо сейчас. Давайте деньги уходят прямо сейчас. Давайте. Субтитры подогнал «Симон»